Такс, теперь проверяем дальнобойность этого калашмата. Мэт, слушай. Чё-то жарко так. Мож прервёмся, а? Через пару секунд, ща, по-бырому, пальну. Так вот, значит, стреляем. А можно мне водички тогда, я чё-то... Будет тебе водичка, да я только пальну. Обожди чуток. Чё-то мне нехорошо. Э. Молчать и снимать, мы почти закончили же. Так, всё, снимаешь? Да опять что-ли? А ты в норме? Всё, его паёк твой. Погнали! Разрушительное ранчо. Перевод и озвучка с.. Как мы поняли из интро, Техас, конечно, достаточно жаркий штат. И зимняя резина там не нужна. Мэтту можно не париться, хотя и там бывает непогода. А вот отличный совет для тех, кто проживает в не самых горячих регионах. Дошипун! Нет, это не японский домовой, а устройство, которое поможет вам сэкономить на покупке новой зимней резины и ездить на ваши ещё два, а то и три сезона. Да, если стандартные шипы выпали, можно вставить ремонтные. И это не только ваша безопасность, но и выгода. Посмотрите, как легко это делается, можно самому заняться в гараже или на даче. Дошипун мини очень прост в обращении, к тому же ремонтные шипы даже лучше оригинальных. У них увеличен диаметр фланца, а в процессе эксплуатации его полимерная втулка прикипает к резине, и держаться шип будет ещё лучше стандартного. Так что не спешите выкладывать свои кровные на новый комплект зимней резины. Дошипуйте свою, сэкономите, без риска для вашей безопасности. Шипы тком, кстати, производят на заводе в Сан Петербурге. Пользуйтесь, ссылку на дошипуна мини и ремонтные шипы оставлю в описании. И продолжим. Привет, с разрушительного ранчо, вы, наверное, помните, что у нас уже бывали воздушки на ранчо. Ну, сегодня у нас чё-то поновее и, возможно, даже покруче того, что было. Прислали их нам конторы Пеллетшоп и Юта Эйрганс. Сперва такие пишут, мы обожаем пневматику, можно вам прислать, чтоб вы её на зубок попробовали. И это крупнокалиберная пневматика, такая у нас и была на канале. Конкретнее, я стрелял с Эйрфорс Тексона. У меня их две, кстати, есть. А ещё я стрелял с, кажется, называется Самьянг Драгон Кло. Он был в 50-м калибре, Тексоны идут в 45-м. А на этих винтовках калибр идёт 72-й. Пуля просто огромная, практически такая же, как у ружейного 12-го калибра идёт. Ну и экспансивная полость в нём. Эти пушки, которые мы с благодарностью принимаем, называются АЕА ЗЮС, или ЗЕВС. Пневматика в 72-м калибре. Это так называемые ПЦП винтовки, и баллоны с воздухом находятся у них под стволом. И это длинноствольная, снайперская, 813-мм ствол. Рядом покороче 610-мм, а также короткая на 406-мм. Ну и понятно, как вы сами видите, у каждой винтовки баллоны различаются по длине и вместительности. Получается, чем короче у вас ствол, тем меньше у вас баллон. Плюс, мы получили такой вот глушитель от Дони ФЛ. Нацепить его можно на любую из винтовок, называют его почему-то модератор звука. На коротыша вот наденешь, и получится практически длина снайперки. А если надеть на снайперку, получится длиннючая, не пушка, потому что не знаю, знали ли вы, но технически, воздушки это не огнестрел. Следовательно, законы об оружии на пневматику не влияют, и вот это... глушитель, модератор, без разницы, таковым он не считается, и ограничений на него никаких нет. Его присылают прям по почте, цепляешь на воздушку, и веселишься. Для этого пневматику и делают, этим мы займемся, постреляем по мишеням, все такое. Но, вообще-то, по идее, их можно даже на охоте использовать. Прям с воздушкой идешь на охоту, и берешь довольно крупного зверя. И это мы сегодня тоже, конечно, проверим. По такому случаю, я купил оленя, которого мы притащим сюда, и попробуем пристрелить с одной из этих винтовок. Не переключайтесь. Сперва стреляем со средней длинной. Вот на ней манометр, урон давления, сообщая, сейчас мы в зеленой зоне, а когда постреляешь и резервуар опустел, подключаешься к большому баллону воздуха, и накачиваешь. Ну и обычно эти винтовки позволяют 3-5 раз пальнуть, прежде чем давление начнет падать. Дальше снижается скорость и насильность пули, то есть стрелять можно, но уже не то. Короче, открываем затвор. Вот так. Закидываем нашу здоровенную пулю. В 630 гран, весит эта пуля 72-го калибра для воздушки. Закидываем сюда. И терь. Складываем рычаг. И вроде мы готовы стрелять. Ща посмотрим. Свет, пневматы, над наушники очень громко. Да, и отдать это как у ружья. В ушах звенит, я знал, что будет громко. Но хотел без наушников послушать первый раз. Но блин, несмотря на то, что нет взрыва пороха, какой-то мощный взрыв тут все-таки есть. Как видите, мы все еще в зеленой зоне, так что все в порядке. А попал-то я четко, Свет, ты коржик. Так, наушники. И еще раз, по той же мишени. Так терь на нее еще камеру навели, чтоб вы увидели, как она бьет. То, что ну несмотря на то, что эта воздушка фигачит по этой мишени, она жесткая. Теперь попробую очередь из трех выстрелов. Ну, под очередью я имею ввиду, что выстрелю, а затем попробую еще несколько раз пальнуть как можно быстрее. Попробую еще и в мишени попадать, но это кто знает. Короче, скорость перезарядки. Смотрим, че будет. Сюда специальную приблуду бы. А я каждый раз жду, что сейчас вылетит гильза. А ее... просто нет. Безотходность плюс воздушек. Вот я пять выстрелов сделал, и теперь мы, видите, в салатовой зоне. А мы продолжим стрелять, посмотрим, когда она уже совсем сдохнет. И заценим, как звук изменится. Ну, в принципе, как видите, три выстрела довольно быстро можно сделать. То есть, если с такой на охоту пойдете, в принципе, последующий выстрел можно сделать. Ну, будет он немножко помедленнее, чем на обычной болтовке. Звякает все еще очень громко. А попробую по мелким мишенькам, щас конкретно по черной... тарелочке. Дальше по зеленой. Которая рядом. Ё, мочалит она их смачно. Быстрей, быстрей. Мы под обстрелом шустреееем. А отсюда ж надо, вот так. И крохот на синее. Её ж перекинуло. С каких я пушек по этим тарелкам не стрелял, ни разу и ни одну не перекидывала через планку. Это офигеть. Значит, сделали мы сколько, 8 или 9 выстрелов, но воздух в пороховнице еще имеется. Понятно, на 100 метров пуля начнет падать. Но отсюда, получается, пуля ударила сильнее, чем любая аэрка, с которой я стрелял по этим пластинкам. Это 630, а это 440, Гран, как видите, пули очень разные. Мы, пожалуй, попробуем пострелять 440-ыми вот с этой. Длинучий ствол, благодаря которому пуля наберет гораздо большую скорость, плюс сама пуля легче. Впрочем, маслина все равно не слабая. Ща ее зашлем. Время длина ствола, 813 миллиметров ярости, и... Мы дальняк обустраиваем, там теперь стена из ЖД шпал, за которой сделано насыпь, так что цивильно все смотрится. Плюс дорожку туда разровняли, можно ездить, смотреть мишеньки. Короче, обустраиваемся. Ну а стреляем сейчас короткими пульками из длинного ствола, так что они будут мега быстрыми. Расстояние здесь верст это к 8. Посмотрим, чего у нас получится. Так, это мы попали в зеленую. Давайте еще разок. Возможно, у нас получится вынести мелкого... Желтого паренечка. Звякает просто отлично. А пуля чуть ниже прицела легла. Я продолжу, по высоте также целится. И посмотрим, будут ли пули дальше падать. Первый раз чуть левее ушла, но это я дернул. Так что теперь целюсь зеленую по центру, но ровно на той же высоте. Да? Это еще ниже легла. Короче, думаю, следующая пуля попадет по нижней грани или даже уйдет ниже. То есть насильно снижается. И если вы с такой винтовкой пойдете на охоту, неплохо бы знать, на каком давлении и на сколько пуля ложится ниже. Ага, ну это примерно туда же попало. А еще разок. Интересно, когда ниже мишень уйдет. Ну хоть моща остается. Слышно, как они звякают по этим столюгам. А эта пошла совсем низко и влево. Если мои подсчеты верны, вот это ляжет ниже мишени. А сколь там? Мы в салатовой зоне. Метров с двадцати, наверное, такое вообще пофигу, но на сто метров. Там куча попаданий, уже не поймешь. Куда я попадаю? Может, просто в стойку уже? Я так думаю, наверное, две последние пульки просто полетели вниз и попали в стойку. А вообще, айда посмотрим. Да, я не разобрался, что произошло, в стойку оказывать сбил. Они шли ниже, ниже, потом я попал сюда, и после вот сюда. То есть на более низком заряде... Блинский. Это шани. Блин. Расплющило в хлам. То есть дальше с низким давлением. Они все равно настолько корежили эту сталь. Мощняцкие плюхи. Мне интересно еще было, насколько они будут сминаться. И вот на сотни метров их разматывает вот так вот. Просто свинцовые блинчики. Вот еще... Вот они пульки у меня в руке. Осталось только расплавить, по формочкам разлить и снова ими стрелять. А теперь посмотрим, получится ли снять того желтенького чувачка. Зверх я слышал, и кажется попал, но очень низко. Прямо в нижнюю грань. А это падающая мишень, то есть при попадании куда угодно она упасть должна. Попробую взять повыше. Указатель в середине салатовой зоны. Маловато для дальнего выстрела. Прямо выше беру. Попасть попал, но мишень не упала. Ну, беру еще выше. Надо в голову попасть и попробовать его опрокинуть. И это же у нас легкие пульки. Плюс, может, мишенька там под уклоном чуть стоит. С другой стороны, 440 гран, это не прям так уж легкие. Клинский, я видел, как она качнулась. Пришло время короткоствола. Сики бишка. Тоже короткие пульки. Ну, а теперь по ближним мишеням. Посмотрим, что она может. И пристреляна ли. Мимо, и, кажется, это я. Чуть выше взял. Блин, это и громко, и легается жестко. Двоих одной плехой. Я выше, целюсь, надо ниже брать. Уматная вещица. Ощущение, будто с ружья стреляю. Да, вроде повыкся. И последняя пуля в кармане. Крайняя маслина. Подвижущийся смогу. Сейчас мы заполним баллон. Доведем давление до максимума. Нацепим глушитель и посмотрим, как будет с ним. Ёкарный. Красотка какая. 630-ые, здоровячки. Я не уверен, но скорее всего даже коротенькие пули дозвуковые. Но это не точно. Пальну в землю, чисто послушать. Все еще громко. Но ушам явно не так больно, как раньше. А послушаем, как сталь взрякает. Хотел круто прям быстро пальнуть. А вместо этого тупо смазал, потому что... Трусливо дернулся. Да, ну вот сейчас... Громко. Прикольно, что когда ты без наушников, а винтовка с глушителем, слышно, как внутри нее все работает. После выстрела, например, такой... Вибрация металлических частей. Давайте по той большой мишени. И еще выстрел. Давайте по тому гонгу, потому что... Звучит он здорово. Ё-о-о-о. Так, мы установили, что пушки эти доставляют. Они довольно надежные, проблем еще не было. На дальняк стрелять можно. Но. Что произойдет, если с них попасть по с живой мишени. Ну-ка. Олени сюда. Первый раз у нас такое, поэтому волнительно. Это олень Элтон. Да шутка, это у нас торс, от баллистик Дами Лабс. Сделан он для имитации человеческого туловища. И... Мне сказали, что он голубых коровей. Посмотрим. Мы сейчас... Ну, да. Мочканем по нему. Пулей с воздушки. Трям. Трям. Стреляем мы... Большой пулей. И с большой же пушки. И с... Большим глушителем. Целиться буду... Прям в центр, в грудь. Будет, наверное... Полная дичь. Блин. У нас тут выходное прострелен. Позвоночник. Чувака бы после этого парализовало. А может и сердце зацепило. Попадание прямо в центр грудины. А вот крови не видать, значит мешочки с кровью мы не задели. Давайте тер... Еще разок пальнем, только пониже. Можь в печеночку, например. Посмотрим, че будет. Ну, первая пуля. Проломила грудь. Пошла дальше, сломала ребро, взорвала один позвонок. И вышла наружу. Он труп. Пальнем в живот. Коротенькой пулькой. И посмотрим. Ты готов? Ща вылетит птичка. Голубая кровь пошла. И вот сюда. Кажись, печенку мы черпнули и вошли в кишочки. Блин. Вот она, пуля, свет и пневматы. Получается, она не смогла выйти. Но делов так и натворила. Той же позвоночник зацепила. То есть он опять снова парализован. Ну и плюс у него теперь в позвоночнике пулька сидит. Вот этот диск треснул. Да, болтается. И это снова был бы смертельный выстрел. Сперва печенку порвала. Наверняка там крупные сосуды какие-то повредила. Не надо, чтоб вам в печенку попадали. Там куча крупных артерий. Ну и застряла она в позвоночнике, поэтому он никуда уже не побежит. Давайте три раза еще пальнем, посмотрим, что будет. Винтовка каратыш, теперь она с глушителем. Ща, выстрелю. В него три раза максимально быстро. А зачем мне в уши-то? А че звук? Да, наверное, это мне в наушниках послышалось. А, вот. Это от винтовки такой звон. Наушники просто активные, они его громкость увеличивали. Я думал, это рикошет. Ага. Выжил ли он? И еще одна по центру, одна вот сюда легла, и одну я снова вниз запустил. Голубая кровка пошла. Сюда ничего не входило, просто кусок, видимо, оторвался. Ну, у меня хорошо получается в позвоночнике у него застревать. Одна, вот она сидит. И еще одна, наверное, через старую дыру вышла. Хотя, не, не вариант. Наверное, она внутри еще сидит. По идее, в огнестрельном оружии более короткий ствол значит менее... Стоять, это че-то новенькое, откуда тут порез? Вы что ли порезали? А, шо, он теперь выходит. Две пули одна на другой, что ли, нет? Ничего не понимаю. Елки, здоровая пуля. Можно сказать, мы его парализовали и убили, и так несколько раз. Здоровее не будет. Значит, мы выяснили, что пневматические винтовки это весело, они стреляют точно, и явно могут убить оленя. Даже ютуб. Далее, с двух рук стреляю как можно быстрее. Сейчас мы нафиг размотаем этого оленя. Субтитры создавал DimaTorzok Блин. Я стрелял и перезаряжался, капец быстро, утомил, Саш. Ну, а леня вынес. Еще у нас голова от баллистик Дамиламс. Имитация черепушки. Стрелять буду... С большой винтовки. Большой пулей. И сами здоровый. Посмотрим, что будет... С этим черепом. Целиться буду... Да, примерно сюда. Кажись, там ошметки полетели. Блин. Ты его насквозь пробила. Это у того затылок. Цвет ты черепятый. Входное в глазницы. Зомбем всегда, надо в глаз стрелять. Вот такое, дамы и господа, называется... Получить по кумполу. Спасибо вам, ребят, за просмотр этого выпуска Ранчо. Люблю вас. И до... Весьма вероятной встречи. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. все просто, одно правило у нас на ранчо НИ СЛОВО ЖЕНЕ